приветствую полу в шутку полу всерьез поговорим про вовину тысячу про вот эту знаменитую уже идею раздать всем по 1000 гривен и казалось бы казалось бы ну вот же наша мечта с вами сбылась да мы сидим дома ничего не делаем и нам прилетает целая тысяча гривен целая тысяча вот и казалось бы живи и радуйся ну тебе вот ни за что ни про что прилетели деньги но что-то здесь не тогда что-то нас смущает что-то нас гложет вот об этом сейчас и поговорим что же нас гложет ну во-первых надо начать с того что идея не нова как минимум мы если эту штуку называйте тут этот проект называть вовиной тысячей то надо уже называть вовина 1002 насколько я помню в 2021 году уже был такой проект и но там правда за что за вакцинацию всем кто хорошо себя вел тогда да все получили подарочек от деда мороза но все кто вакцинировался получили целую тысячу гривен вот но кстати тогда это тысяча гривен было более потужной тысячей гривен потому что курс немножко другой был но а если заглянуть чуть глубже в историю где-нибудь так в 2007 2008 года то там же было тысяча уже но там была правда юлина тысяча помните раздавали по тысячи гривен вкладчикам сбербанка то есть чтобы как-то компенсировать вот те 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 вклады которые у людей остались и вот тогда юля раздавала юлину тысячу кстати она была еще более потужной потому что тысяча в 2 гривен в 2007 году когда там курс был 5 это было что у нас 40 сколько у нас в ой 40 что я считаю да это 200 долларов получалось же правильно это было 200 долларов а если мы сейчас тысячу посчитаем то при курсе 40 это у нас что 25 долларов ну вот пони тимошенко давала более потужную тысячу такую да вот но друзья об этой ситуации наверное можно говорить в первую очередь надо говорить с иронии ей почему потому что до время прошло и но масштабы не те откровенно говоря но опять же вот давайте так а что нас смущает вот нам дают деньги какая разница это 200 долларов или там 30 25 долларов они хотя до разница есть конечно безусловно если бы нам дали допустим сейчас по 200 долларов мы безусловно сказали ну окей классный проект по 1000 гривен ну давайте так о чем этот проект каждый гражданин украины получит тысячу гривен но это как вот такая намек на теорию базового или безусловного основного дохода ну такая попытка да что делать с этой тысячу гривен нам говорят что можно будет ее потратить на приобретение каких-то товаров услуг отечественных производителей можно будет задонатить вот и кстати об этом мы поговорим потому что на самом деле конечная цель мне кажется вот в этом в перераспределении из бюджета богатым ну ладно из бюджета бизнесу да они людям этих денег но это чуть позже смотрите что сейчас происходит вот они горят мы дадим всем по 1000 гривен и вот у меня вопрос ну хорошо классная идея казалось бы но давайте так 1000 гривен бабушки пенсионерки которая получает там пенсию в 3000 гривен и 1000 гривен вы даете также точно наравне с этой бабушкой даете вот тому прекрасному парню помните он там с деньгами фотографировался на кровати и у них в семье 6 миллионов нашли вот вы вдумайтесь вот эта семья сейчас тоже их там трое жда мама папа сын вот они тоже по 1000 гривен получат ох как они обрадуются да скажите вот а а прокуроры вот эти прокуроры которые в год получают пенсии по миллиону примерно гривен и в свои там 40 с небольшим лет и вот представьте они как порадуются такие тысячонка пришла что же смогу на эту тыщенку ну заправить там бак чуть-чуть к чему я это веду вот было бы все это смешно и иронично если бы не было грустно потому что ну вот так вот просто ли ты всем отдадим деньги ну ну смысл ну тому прокурору он даже не заметит что это 1000 пришла давайте честно многие бизнесмены они не заметят да ну есть фопы которые там ведут бизнес у которых к счастью у них получается счет сейчас в тех условиях в невероятно сложных условиях которых находится сейчас страна они ведут бизнес и у них получается и вот вопрос ну ну и шоем это 1000 при этом при этом мы же понимаем что есть бабушка у которой пенсия 3000 так может нужно все-таки эти деньги как-то вот не вот так вот то давайте всем дадим а может дать адрес на но видео государство есть же вся эта информация ну дайте эту сумму от вы решили потратить там столько тогда там не знаю 20 миллиардов сколько там вы решили выкинуть на этот проект ну так распределите приложите чуть-чуть усилий и распределите их между теми людьми которые действительно нуждаются а так это выглядит ну я не знаю как вот люди многие пишут что-то популизм вот наверное это похоже на популизм про перераспределение почему я говорю что происходит перераспределение денег из бюджета богатым потому что во первых у нас мы же денег живых не получим скорее всего кабмин кстати да этот вопрос еще же не решен вот как получить вовину тысячу эту как получить тысячу гривен но я думаю что эти деньги будут приходить на картку епит рынка обналичить ты их не можешь ты можешь потратить только там на определенные виды товаров услуг и что получится на самом деле эти деньги выделены в каком-то смысле на поддержку бизнеса то есть нельзя сказать что это плохой проект да этот проект хорош тем что сейчас в бизнес вольются эти деньги потому что люди которые вот получат эту тысячу на карту но они все равно захотят ее потратить там кто-то может на коммуналку потратит да и таким образом эти деньги будут перераспределены кто-то пойдет я не знаю купит книжку да что угодно неважно что и произойдет просто перераспределение этих денег из бюджета в бизнес и этот проект он направлен в принципе больше на поддержку бизнеса чем на поддержку людей потому что для человека 1000 гривен это ни о чем для бизнесмена которому пришли люди десять человек с этой тысячи гривен но это уже может там плюс-минус как-то он почувствовал и вот ну а в целом конечно друзья ну бы мы с вами все прекрасно понимает и здесь еще есть знаете такой вопрос а может такой акции хотят что-то перебить вот перебить какую какую-то новость которая может сегодня будет завтра будет да вот потому что ведь это кричащая новость очень кричащая но эффект от него не знаю мне кажется сомнительный вот почитал я в комментарии да что люди в сети об этом поговори говорят и такое ну вот ощущение что не очень все позитивно принимают почему не потому что идея сама плохая до вопрос в том что реализация так себе и цели непонятны до конца вот и мне все-таки думается что если хотели сделать ему еще же есть время сделать это правильно не надо давать всем дайте инвалидам дайте пенсионерам у которых там маленькая пенсия дайте в по эти деньги которым это каждая тысяча на счету а зачем ее давать всем непонятно но это мне так думается я не знаю если разделяете мои мысли ну давайте обсудим в комментариях поговорим об этом что что вы думаете по этому поводу либо я не прав не знаю закидайте меня там помидорами закидайте меня этой тысячи если не прав так ладно все на сегодняшний день поерничал я достаточно да в общем кто со мной согласен ставим лайк подписываемся на мой youtube канал и до встречи в комментариях а я вам все-таки традиционно пожелаю удачи и благополучия и конечно же мира пока пока